В поселке Текси планируется ввод уникального энергоузла. В Москве подписан меморандум между правительством Республики, Русгидро и японской компанией НЭДА. 300 школьников Мирненского района в этом году перейдет на односменное обучение. Первая школа гида открылась в столице Республики. Проект нацелен на подготовку профессиональных экскурсоводов. В эфире новости в студии Андрей Погорелов. В Москве состоялось подписание пакета документов по строительству, не имеющего аналогов в России, ветродизельного комплекса в поселке Текси. Все подробности далее. Подписанный меморандум о сотрудничестве между Русгидро, НЭДА и Республикой Саха закрепляет договоренности сторон в отношении строительства ветродизельного комплекса. Одновременно подписан договор о совместной деятельности между Саха Энерго и компанией Такаука Тока, которая является организатором проекта с японской стороны. Основное оборудование предоставляется японской стороной на безвозмездной основе. Русгидро обеспечит логистические и строительно-монтажные работы. До декабря 2018 года планируется завершить монтаж ветроэнергетических установок и линий электропередачи. До конца 2019 года монтаж дизель-генераторов, систем распределения и аккумулирования электроэнергии. Эксплуатировать комплекс будет Саха Энерго, который является дочерним обществом Якутск Энерго и входит в группу Русгидро. Именно ветровая энергия очень актуальна для оптической зоны нашей истории. Это для нас не только не демонстрационная модель, это для нас реально работающий на будущем энергетический комплекс, который позволяет расширить генерируемую мощность в оптической зоне, создать на форму службы проживания для наших граждан и на работе приятной работе в оптических районах. Реализация этого проекта в Тикси даст Русгидро опыт строительства и эксплуатации ветродизельного комплекса в условиях Арктики, а также позволит оценить перспективу создания аналогичных энергообъектов в изолированных энергосистемах Дальнего Востока, в частности, в Камчатском крае и Чукотском автономном округе. Этому проекту не будет аналогов в России. Уникальность заключается еще в том, что этот проект будет реализован не только в сервисе, но и с высокими требованиями по надежности. Уникальный для России ветродизельный комплекс повысит надежность энергоснабжения изолированного полярного поселка Тикси и снизит его зависимость от дорогостоящего привозного дизельного топлива. Впервые в нашей стране введенный технологический комплекс управляемой автоматизированной системой будут объединены три ветроэнергетические установки, дизель-генераторы и система аккумулирования электроэнергии. Ветроэнергетические установки будут выполнены в арктическом исполнении с адаптацией к работе в сложных природно-климатических условиях Заполярья. Татьяна Черемкина, Олег Южилкин, НВК Саха, Москва. Авиакомпания «Алроса» в прошлом году перевезла почти полумиллиона пассажиров. Данные приводят учредители предприятия. Так, в 2017-м количество перевезенных пассажиров превысило 440 тысяч человек, что на 5% больше, чем годом ранее. Увеличение пассажиропотока связано с расширением географии полетов. Всего в прошлом году авиакомпания осуществила 2500 рейсов. Наиболее востребованным направлением стали курортные города Анапа, Геленджик, Симферополь, Сочи, а также Москва и Новосибирск. В селе Амга проходит историческое событие, первый зональный гражданский форум Общественной палаты Республики. Форум тех, кто действует. Где собрались представители некоммерческих организаций, общественных советов при муниципальных образованиях, а также просто активные граждане из семи районов Заречные группы. По итогам форума планируется собрать как можно больше новых идей, предложений и инициатив с мест для озвучивания на итоговом гражданском форуме 2018, который пройдет в Якутске 22 июня. Мероприятие наше совместное общественное палаты Республики Саха-Якутия и Институтом гражданского общества. А также все муниципальные образования Амгинского улуса будут участвовать. Но сегодня по пяти площадкам будут работать более 200 человек. И самые активные наши общественники сегодня приехали участвовать в этом форуме. В Якутии продолжается ликвидация второй смены в школах. В частности, в Мерницком районе в этом году на односменное обучение перейдут 300 школьников. Это только за счет внутренней оптимизации школ. В прошлом году, благодаря проведенному капитальному ремонту и оборудованию дополнительных классов в Мирном, Айхале и Удачном, где проблема стоит особенно остро, на односменное обучение перешли 655 учеников. Сегодня в районе из 19 школ только в 9 нет второй смены. Перевод остальных школ на односменное обучение возможно при строительстве новых. Первая школа Агида открылась в столице Республики. Инициатива создания принадлежит Федерации спортивного туризма Якутии, научно-образовательному центру Саха Агроэкотур и национальному туроператору Территория Север. Проект запущен в феврале этого года и нацелен на подготовку профессиональных экскурсоводов, готовых превратить даже привычные туристические маршруты в увлекательные. Работать с туристами в качестве гида гораздо интереснее, признается Прокопий. На данный момент он является менеджером в туристической фирме, консультирует клиентов. Мечтает попробовать себя на практике. Хочу повышение квалификации, чтобы в практическом занятиях узнать поход, самостоятельно сопровождать. Организовать поход, проложить маршрут, ориентироваться на местности, оказывать первую медицинскую помощь. Вот далеко не весь перечень дисциплин, которым обучают будущих гидов. Далее желающие связать себя с турбизнесом отправляются в поход на реку Синяя. Там опытные преподаватели будут наблюдать за учениками, как они проявят себя в деле. Люди хотят ходить, но очень многие не знают, как это делать. И поэтому возникла идея открытия школы. Как планировать спортивные путешествия, поход, что для этого нужно, какое снаряжение, как ориентироваться, как разжигать костры. Всё для того, чтобы люди не погибли, чтобы люди могли вернуться, чтобы люди не заблудились. Поток туристов в Якутию увеличивается с каждым годом. Однако в республике не хватает не только инфраструктуры, но и профессиональных гидов-экскурсоводов. Сегодня в первой школе гида обучаются всего 10 человек. Все они планируют в будущем работать в сфере туризма. Соответствующих инструкторов у нас совсем мало. И с этой целью была открыта школа, чтобы подготовить больше инструкторов-проводников. И это, можно сказать, клуб, чтобы у нас в Якутии был собственный клуб, туристский клуб. После прохождения курсов любители получат дипломы о прохождении туров первой категории сложности. Новые лица, новые идеи, новые маршруты. Школа гида делает только первые шаги. В будущем планируют расширяться и обучать инструкторов разных видов сложности. Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося якутского живописца Афанасия Осипова. Торжественные мероприятия, посвященные юбилею, прошли на родине народного художника в Горном районе. Одним из значимых событий в рамках юбилейных мероприятий к 90-летию народного художника Афанасия Осипова стало присвоение имени великого живописца Берджегостярской средней школе. И это не случайно, ведь в стенах этой школы учатся многие талантливые ребята, возможно, будущие художники. Об этом свидетельствует новая галерея работ воспитанников художественной студии. Вот девочки поразили, вот в вашей галереи наверху и Зольда, и вот еще рядом рисунки были, такие сюрреалистические девчонок. Вот эти две вообще очень даже, одна график, другая живописец, вообще молодцы. Данное событие имеет огромное значение не только для школы Иуллуса, но и для всей республики. Мы присутствуем при очень важном событии, не только для школы, а вообще для изобразительного искусства. Потому что закладывается замечательная традиция, когда имя и творчество, и наследие выдающегося художника связывается с будущим. Потому что школа – это всегда будущее. Это только залог того, что обязательно у этой школы будет какое-то сильное процветание, будут новые успехи, и будут такие ученики, которые принесут славу этой школе. Далее в Центре духовности имени Сафрона и Семена Даниловых прошел круглый стол в тепло полотен Афанасия Осипова. Здесь прошел кинопоказ об Афанасии Осипове. Также организована выставка эскизных рисунков великого художника. Особым моментом круглого стола стало знакомство гостей с живыми героями и их родственниками с тех самых эскизов. Мой отец был земляком и другом Афанасия Николаевича Осипова. Их детство и юность прошли вместе. Они росли на берегах красивейшей реки Синей, учились в Борской школе. Затем пути их разошлись, они стали трудиться в различных сферах, но все равно они остались верными друзьями на всю жизнь. Ну а день завершился в родном селе Афанасия Осипова, в селе Мытах, посещением картинной галереи известного художника. Сардана Захарова, Михаил Мордовской-Мехута, Корный. В эти дни в поселке Чкурдах проходит районная спартакиада среди трудовых коллективов, предприятий, организаций и наследов. Состязания собирают самых спортивных представителей района. В этом году семь команд. В течение пяти дней спортсмены будут соревноваться по девяти видам спорта и выявят сильнейших. По итогам спартакиады будет формироваться сборная команды из района для участия на спортивных играх Индигирской группы районов Кубок Индигирки-2018, которые пройдут в Абайском районе с 22 по 26 марта. У нас сборная команда это Береляхский наследок и Бегенерский наследок. Приехали всего 16 человек, это 9 с нашей команды и тоже 9 с запасов в резерве, тоже 9 с Береляхского наследка. Места отдаленные, наши населенные пункты. Все приехали на Буранах ради того, чтобы участвовать в улосных мероприятиях. Сохранить достоверную память о Великой Отечественной войне. Именно такую задачу несет новый проект «Вечный огонь». Его автором стал линчанин Михаил Сиванков, которому небезразличная история страны и память о подвиге советских солдат. Подробности в сюжете наших коллег. «Вечный огонь» – символ самопожертвования ради других. Миллионы советских солдат жертвовали своими жизнями ради нашего будущего. С каждым годом все больше ветеранов войны покидают строй, унося с собой воспоминания о событиях тех страшных лет. Сохранить память и донести достоверные факты о подвиге нашего народа – задача старшего поколения. Именно с этой целью Михаил Сиванков инициировал проведение в Ленске проекта «Вечный огонь». Сами знаете, что в настоящее время дойдет такое искажение фактов, вообще исторических во многом. Особенно много исторических фактов искажаются по поводу Великой Отечественной войны. Сотрудники Центральной районной библиотеки одни из первых поддержали патриотический проект. Здесь и прошла первая встреча. Ее участникам рассказали об идеях и концепции программы. В рамках проекта состоятся конкурс чецов, онлайн-викторина и третий этап – литературный. Именно эти ступени проекта надо пройти, чтобы стать победителем проекта. И хотя детей на первую встречу пришло немного, организаторы не расстраиваются. Говорят, что это только начало. Я думаю, что проект пойдет, и мы задействуем очень большое количество детей, которые будут участвовать. И вот все-таки итогом хотим сделать, чтобы победители поехали в город Старый Оскол, в город боевой славы. Основной упор проекта сделан на знакомство со сверстниками – участниками патриотических клубов, кружков и поисковых отрядов из других городов, чтобы дети Ленского района знали, помнили и гордились своими героями. Марина Крутихина, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край». Таковы главные новости к этому часу о развитии событий. Узнаете из следующих выпусков. Также вся информация доступна на нашем портале як24.ру. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok